Владимир Иванович, мы с вами на площади Суворова. На неделе здесь прошел масштабный митинг против действий Молдовы. У СТК один из организаторов митинга. Вы вообще ожидали, что митинг получится таким масштабным? Пришло более полуста тысяч. Это говорит о том, что людям не все равно, они хотят участвовать в протесте. Какое настроение было среди людей, о чем вообще они говорили? Говорили прежде всего люди, и молодежь, и, скажем так, среднего возраста, и пожилого. Все говорили о том, что нужно было нам начинать раньше выходить на митинги и вот так всенародно заявлять свой протест по поводу действий руководства Молдовы. Шествие было от драмтеатра до площади Суворова. Говорили, что это самый масштабный митинг с 2006 года. Тогда люди тоже массово выступали против благодных действий Молдовы. Вы были и тогда, и сейчас на митингах. И некоторые скажут, что вообще зачем их проводить, если Молдова, по сути, их игнорирует? Что вы на это скажете? Такого рода сплоченные действия народа, они всегда вызывают, прежде всего, уважение и обращают внимание всех людей, которые могут повлиять на ситуацию. Это и миссия ОБСЕ, это и Евросоюз, это и Россия как гарант, и Украина как гарант переговорного процесса. И они могут и должны повлиять, видя, что здесь не единицы, не власть там держится за свои кресла, а народ бьется за свои права. На митинге были и студенты, и преподаватели, и врачи, и предприниматели, и учителя. Люди несли плакаты на русском, на молдавском, на украинском. Как вы считаете, почему то, что сейчас происходит, все методы давления, которые использует Молдова против нас, блокирование экспорта наших предприятий и депортация преднестровцев, об этом мы еще чуть позже поговорим. И остановка наших предприятий по экспорту. То, что делает Молдова, почему это касается каждого преднестровца? Потому что это ляжет нагрузкой на цены, на приобретаемые лекарства, продукты питания. Все, что человек покупает, оно будет дороже. Каждая единица товара будет облагаться пошлиной, и это, безусловно, увеличит их стоимость. Конечно, человек думает, прежде всего, чтобы ему хватило и желательно и на отдых, и на лечение, и на жизнь, и чтобы детей накормить. А обидно человеку, когда ребенок просит что-то купить, а у него денег не хватает. Поэтому, я думаю, что в Молдове должны подумать, что они делают. Этими действиями они только сплотили еще больше народ Приднестровья, и люди в Приднестровье только еще больше и жестче будут отстаивать свои права. Ну, уже не говоря о том, что, как вы отмечали, останавливаются предприятия, люди теряют рабочие места, зарплаты. Это вообще необъяснимое действие. Остановить предприятие, лишить целые трудовые коллективы средств к существованию. Это просто геноцид. Это что, люди должны умереть с голода или как? Будем обращаться в международные суды, я думаю, добьемся своей правдой. Александр Наварич и Анна Мамей. Сейчас эти фамилии на слуху у всех. Молдова просто их не пускает домой. Александр Наварич и Анна Мамей возвращались из России в Приднестровье, где они живут и работают. Александра Наварича задержали в Кишневском аэропорту на глазах у жены детей и отправили обратно в Россию. С тех пор больше месяца семья его не видела. И точно так же в Молдове поступили с председателем Тираспольского суда Анной Мамей. Правозащитники, в том числе из России, например, Александр Брод, это все назвали произволом со стороны Молдовы. И понятно, что теперь такое может произойти, по сути, с каждым приднестровцем. Как на это реагировать? Это подтверждает, что вот тот закон, который они приняли, направленный против приднестровцев, они говорили, что применяться не будет. Что он так и применяется. А вы о законе о сепаратизме? Да. Мало что не пустили домой, еще и отправили в неизвестном направлении без средств существования. Это вообще, ну, уму непостижимо. Я думаю, что реагировать нужно дружно всем сообществам приднестровским. И мы будем это делать. И писать в международные правовые инстанции, что это недопустимо, так нельзя. Это провокация просто в открытом виде. То есть наталкивает нас на какие-то противодействия. И думает, что мы глупые и начнем силовым методом решать вопросы. Нет, господа, мы найдем в правовом поле те основы, которые позволят защитить права приднестровских людей. В Молдове при этом заявили, что пошлины против Приднестровья – это только начало. Дальше налоги, а потом леи. Ну и тем самым законам о сепаратизме тоже пугают. Мы знаем, что на митинге приняли резолюцию, в ней о всех гранях давления Молдовы на ПМР. И о том, что эти действия скажутся прежде всего на людях. Ее направили руководством Молдовы, участникам формата 5 плюс 2, международным организациям. Международное сообщество отреагирует на резолюцию нашего митинга? Обязательно. Ну как, понимаете, если пришел, встал у двери и стоишь, тебе никто не откроет. 100 часа надо. А что дальше? Ну, будем добиваться, чтобы они приняли меры, сдерживающие Молдову своих необъяснимых, я бы сказал, жестче диких каких-то порывов. Ну, как они себе представляют, что они наш Приднестровский рубль здесь заменят на леи? Ты что, привезут наши банки леи, изымут наши рубли? Как, с автоматами? Со спецназом? Вот это невообразимые вообще посылы. Я вижу, что одну только цель, чтобы разозлить людей, обидеть, унизить и ждать. А вдруг бросятся драться? Ну, не бросимся. Мы найдем те мирные цивилизованные методы в рамках правого поля путем переговоров, путем пусть длительных, но полезных дискуссий и найдем выход из этой сложнейшей ситуации.